В Наринмаре В Наринмаре В Наринмаре Влияние кризисных явлений в России на экономику региона, его социальную сферу и рост цен на потребительском рынке. В Наринмаре В Наринмаре В Наринмаре В Наринмаре В Наринмаре В Наринмаре В инспекцию строительного и жилищного надзора региона поступили жалобы от нескольких новоселов, проживающих в домах по улице Авиаторов, дома номер 24 и 26. По словам жильцов, помещения плохо отапливаются. Все замечания обсудили на еженедельном заседании строительного штаба. По итогам совещания заместитель губернатора региона Алексей Кайдалов поручил усилить муниципальный контроль и в кратчайшие сроки устранить замечания, выявленные жильцами. Он также подчеркнул, что подрядная организация, которая занималась строительством домов, уже подключилась к проблеме. Администрации Наринмара поручено предоставить в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства график устранения замечаний жителей новостроек. Кроме всего прочего, в Департаменте обсудили планы по строительству инфраструктуры квартала. В частности, на одном из ближайших заседаний строительного штаба будут рассмотрены вопросы реализации мероприятий по строительству в микрорайоне детского сада на 220 мест и школы номер 3 на 700 мест. По результатам проверки сметной стоимости инвестиционного проекта «Детский сад на 220 мет» на предмет достоверности использования средств окружного бюджета проектировщику объекта Наринмарстрою выдано положительное заключение. Но сейчас прервемся на короткую рекламу и после нее продолжим. Эффективно или неэффективно? Оценить работу муниципальной власти, руководителей, предприятий и организаций могут жители всего Ненецкого округа. Российский союз писателей пополнился новыми авторами. Удостоверение получили 8 ненецких мастеров слова. Все они известные в нашем регионе люди. 27 января в Культурно-деловом центре Арктика. Заслуженная артистка России Елена Воробей. Ее театр в юмористической шоу-программе «Нечижик-пыжик». Начало в 19 часов. Пчеловоды Алтая и Башкирии приглашают жителей округа посетить выставку-ярмарку меда с частных пасек. В ассортименте большой выбор свежего меда. Ждем вас до 14 февраля. Ежедневно с 10 до 20 часов. В торговом центре на рабочей 4А. Магазин «Строймастер». Законопроект о сокращении праздничных дней в новогодние каникулы внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает российская газета. Депутаты подсчитали, что россияне с учетом всех праздников и выходных работают только 247 дней в году или 68% всех календарных дней. Такой режим работы не лучшим образом сказывается на экономике и здоровье людей. Так, по оценкам экспертов, ущерб от продолжительных новогодних праздников оценивается в триллион рублей или полтора процента ВВП. Также депутаты отметили, что в это время совершается большое количество насильственных преступлений на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения. Законодатели предлагают сделать нерабочими днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Также, по их мнению, стоит отказаться от механизма переноса нерабочего праздничного дня, если он выпадает на выходной. Работу муниципальной власти за 2014 год оценит население. Речь идет о качестве содержания автомобильных дорог, уровне организации теплоснабжения, степени удовлетворенности подачи в дома электричества. Оценивать жители округа будут не только эффективность деятельности руководителей органов власти города и Заполярного района, но и работу руководителей предприятий и учреждений, которые оказывают населению различные услуги. Принять участие в опросе можно до 31 марта. По итогам будут выявлены основные проблемы организации предоставления таких видов услуг, как работа общественного транспорта, качество содержания автомобильных дорог, организация тепла, газа, вода и электроснабжения. Опрос разделен на две группы – для жителей города Наринмара и для сельского населения, проживающего на территории Заполярного района. Наринмарцам, решившим принять участие в соцопросе, предстоит ответить на 17 предложенных вопросов, сельчанам – на 13. Голосование является анонимным, тем не менее, каждому участнику после ответа на вопросы необходимо пройти регистрацию. При этом указывать свои истинные имена не обязательно. Регистрация необходима для того, чтобы ответы респондентов были учтены при подведении итогов. Стать участником опроса можно, перейдя по ссылке «Соцопрос оценкой деятельности органов муниципальной власти», размещенной на главной странице сайта www.oprosnau.ru Российский союз писателей пополнился новыми авторами. Удостоверение получили 8 ненецких мастеров слова. Все они известные в нашем регионе люди. Это те, кто, как принято говорить, пишут не в стол, а воплощают свое душевное состояние в творчество. Символично, что признания на всероссийском уровне наши поэты и прозаики добились в преддверии года литературы, объявленного сейчас в стране. Среди авторов, которые вошли в союз, Виктор Матвеев, Ольга Крупенье, Любовь Царькова, Светлана Коныгина, Сергей Косолапов, Инга Артеева, Виктор Орлов и наша коллега, главный режиссер ненецкой телерадиовещательной компании Мария Кравченко. Кстати, все они являются членами литературного объединения «Заполярье», которое сегодня объединяет 36 поэтов и прозаиков из Санкт-Петербурга, Наринмара, Красного, Амдермы и Великовисочного. Мне приятно просто, что этот год объявлен годом литературы на уровне Российской Федерации. Это говорит о том, что все-таки это признание этого творчества. Значит, мы сможем еще раз нашей общественности показать значимость и слово. Сейчас снова реклама. Смотрите сразу же после нее. Встречи на льду для Наринмарцев становятся традиционными. В честь праздника на коньки встали студенты. На ледовой арене Дворца спорта «Труд» они отметили Татьяне Нгене. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Старт празднования 70-летия Великой Победы Дан. В Телевске прошел окружной праздник, ратному подвигу, песни поем. Более 15 коллективов города из Заполярного района собрались на одной сцене, чтобы почтить и вспомнить героев Победы Великой Отечественной. Впервые на традиционный праздник приехал коллектив художественной самодеятельности поселка Харивер. Всего в ежегодном концерте приняли участие около 200 человек. Помимо вокально-танцевальной программы, участники и зрители проверили свои знания в викторине искусства воема Великой Победы и конкурсе «Нам песня строит и жить помогает». Во время концерта в фойе социально-культурного центра «Престиж» проходила акция «Красного креста» – сбор средств для родителей детей-инвалидов. Студенты от Владивостока до Калининграда встретили Татьянин День на коньках. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов призвал регионы к массовому катанию в честь праздника. Встреча на льду 25 января традиционная для норинмарских студентов, поэтому они прихватили с собой родителей и друзей. Дай ему точку опоры и он уснет, от сессии до сессии живут они весело. А студентах ходит немало афоризмов, подчеркивающих их любовь ко сну, еде и веселью. Студенчество – это время, когда человек ищет себя и закладывает жизненные приоритеты. Об этом точно знает Лариса Талеева. Она помнит, как по выходным ездила на каток со своими однокурсниками. Сегодня любовь к спорту и активности прививает своей дочери-студентке. Смотря на свою дочь, как вы думаете, студенты вашего времени и сегодняшнего изменились? Я думаю, что кардинальных изменений у студентов нет, просто они, наверное, у них немножко увлечения другие. И появилось очень много различных технологий, которые они сегодня используют. А так, я думаю, что они нисколько не изменятся, они точно такие же, как были бы. Поскольку студенты не любят всего скучного и сложного, Татьяне в день им устроили соответствующий максимум движения, минимум конкурсов. Один из них для Татьян. Кто соберет наибольшую группу поддержки и проедет змейкой по катку. Победителем стала Татьяна Канева. Это день студента для нее первый. Где-то больше свободного времени, больше возможностей, чем у школьников. Уже все-таки взрослая жизнь. После аудиторных парц им все-таки предстоит повзрослеть. Впереди поиск работы и самостоятельная жизнь. По оценке Департамента образования, культуры и спорта, сегодня в учебных заведениях округа учатся около 900 студентов. Около тысячи человек получают образование в вузах за пределами округа, плюс учащиеся с средних учебных заведений. Итого порядка двух тысяч человек. Глава региона Игорь Кошин пожелал им отличной учебы и дальнейших успехов. Желаю счастья, что у нас не на кармане, но у меня есть часть учебных заведений. Сегодня у меня есть сессия, большая настоящая семья. Желаю за сенсором, знаете, счастье хорошего профессионального коллектива. Успехов вам, счастья, и зимние, замечательные, молодые, здоровые. Счастья! Зимняя сессия осталась позади до летней еще четыре месяца, а значит, время для новых открытий есть. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Нарьенмар снова посетила ярмарка товара русского севера. Сладости, соленья и мясные деликатесы, подарочные сувениры и даже шубы. Ассортимент и цены вас приятно удивят. На ярмарке представлен огромный ассортимент, начиная от подарочных сувениров и мазей, сладостей мясных изделий и заканчивая шубами. Один из самых полезных товаров русского севера – мед. Его, как известно, давно считают эликсиром здоровья и долголетия. Мед нормализует работы печени, почек, желудочно-кишечного тракта, хорош и для лечения органов дыхания. Из всех пчелопродуктов, как обычно, у нас пирга есть, привезли свежую пиргу, все продукты 2014 года, сбор урожая 2014 года. Есть также воск, забрус, медовуха, подмор, как лечебные, есть мед в сотах, привезла еще траву к чаю. Любители сладкого не устоят перед ароматными конфитюрами. Это свежие фрукты и ягоды, приготовленные на пару. Они без сахара и содержат вещество пектин, которое очистит организм от солей, тяжелых металлов, ядохимикатов и холестерина. Также на ярмарке представлены разносолы – огурцы бочковые, капуста, грибочки и свое подсолнечное масло. Это наши огурцы бочковые, соленые. Мы солим их в дубовых бочках, храним в воде, подо льдом. То есть они у нас подлетные. Стабинские огурцы наши ценятся с царских времен. Все разносолы у нас готовятся по старинным русским рецептам. Очень вкусные. Кроме того, на ярмарке представлено большое количество мясных изделий, сыров, а также широкий ассортимент специй и пряностей, как в молотом виде, так и в цельном. Для тех, кто следит за своим здоровьем – можжевельная ягода и семя кунжута – это источник кальция в организме. Представлены на этой ярмарке белорусские сыры с различными добавками зелени, чесночка. Сыр сулугуни производства Краснодар по традиционным рецептам делается в дубовых бочках. Помимо съедобных товаров, на ярмарке вы найдете большой ассортимент подарков и сувениров. Конструкторы, которые можно собирать самому, в основном, конечно, детям, ну и взрослым. Поэтому наше российское производство очень интересное и они двигаются. Бамбуковые изделия представил Ленарин Марцев Томская компания. Носки, салфетки, сорочки и нижнее белье. Свойства бамбука уникальны. На ощупь изделия, похоже, на шелк. На ярмарке представлены изделия самых больших размеров. Их особенность в том, что они не имеют швов. Носки, трусы, нижнее, мужское и женское белье. Дело в том, что сам бамбук, он не гниет ни в воде, ни в грязи. Поэтому на любом изделии из бамбука микробы не живут. То есть это природные бактерицидные свойства. Салфетки не пахнут. Носки, ноги не потеют, не пахнут. Те, кто ценит натуральные лечебные свойства, найдут на ярмарке настоящие алтайское мумиё и турмалиновые изделия. Новинка этого сезона – очки и бальзам по методике Панкова. Лечение астигматизм, миопия, дальнозоркость, близорукость, начальная стадия катаракты глаукомы. Бальзамчик Панкова – все заболевания глаз, натуральный, аналогов мировой медицинской практики не существует. Изюминка ярмарки «Планета Меха». Широк ассортимент изделий из норки и бобра. Шуба от 40 до 64 размера. Мужские дублёнки от 44 до 60. И головные уборы. Производство Киров и Греция. Цены вас приятно удивят. Норка от 85 тысяч рублей. Шуба из бобра от 55 тысяч. Мужские дублёнки от 10 до 15 тысяч. Предоставляются скидки, кредиты до двух лет без первоначального взноса. Товары «Русского севера» ждут вас по адресу улица 60 лет СССР, дом 2А с 10 до 19.00. Ярмарка продолжит работать до 1 февраля. Юлия Асташова, Ирина Цепитова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Юлия Асташова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Юлия Асташова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Юлия Асташова, Владислав Носкин, телеканал «Север».